Более подробно эту тему обсудим с Анатолием Храпчинским, это эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы. Здравствуйте, Анатолий, рад приветствовать. Приветствую. Самолеты F-16, истребители F-16, которые ожидает Украина. Многие уже говорили о том, что вот-вот и увидим их в украинском небе до конца мая, в начале июня. Но не это главное. Главное, а чем F-16 в данный момент превосходят те воздушные суда, которые использует Российская Федерация для атак по территории Украины? Давайте начнем с того, что на самом деле то, что имеет Российская Федерация, это самолеты, глубокая модернизация старого советского авиапрома. Поэтому говорить, допустим, о какой-то над современной эффективностью я бы не стал. Далее следует отметить, что мы видим, как Россия эксплуатирует свою авиацию, и мы видим, что они все-таки даже не имея у нас еще хорошего наполнения наших воздушных сил, мы видим, что Россия с опаской пытается работать, и активное использование КАПов, подтверждение, что они боятся залетать, допустим, в более опасные места. Потому что мы видим то, что происходит с Су-25, которые залетают на фронтовую линию, их сбивают буквально за месяц. Наши силы обороны сбили порядка 8 самолетов. Поэтому на самом деле я бы говорил, что F-16 существенно будет противостоянием, потому что даже минимальная комплектация, которую мы можем получить, например, в блок 42, мы можем говорить о том, что данные самолеты будут видеть своими системами радиолокации вокруг себя на 300 километров, и благодаря ракетам, которые у них там будут, они вооружены, мы можем говорить о уничтожении воздушной цели на расстоянии 165 километров плюс и более. И плюс, надо не забывать, что можно работать будет активно и по наземным целям. Дополнительно, опять же, акцент внимания сейчас поднимается относительно возможности использования бросов западного вооружения по территории Советской Федерации, если такое добро будет получено. Мы уже видим, и Ян Соленберг заявил о том, что возможно использование западных бросов вооружения по территории Советской Федерации по стратегическому веку. Тогда мы можем говорить о том, что мы сможем использовать ракеты «Джасенсит», которые летают на расстоянии до 1000 километров, и это существенно может проведить способности российских аэродромов на удалении до 1000 километров от границ Украины. Я правильно понимаю, что самолеты F-16, благодаря своим техническим возможностям, смогут на далеких расстояниях, вы говорили, если не ошибаюсь, цифру в 300 километрах, засекать и вражеские самолеты, а те самолеты, в свою очередь, эти F-16, увидеть не успеют? Совершенно верно, да. То есть Россия активно пытается продвигать свои тезисы, что у них система радиолокации видится на 300 километров и на 400, но тут следует обратить внимание на некоторые технические характеристики, которые подтверждают, что данные самолеты не видят так далеко, потому что результатами, можно сказать, успешной операции по уничтожению таких самолетов, как А-50, У-22А-3, потому что данные самолеты прикрываются более современными российскими истребителями. Это как раз-таки эти истребители не видели никаких воздушных целей для того, чтобы предотвратить такую потерю. Если сейчас говорить о защите украинского неба, насколько здесь данные самолеты могут, или, если я правильно понимаю, еще зависит от того, чем они вооружены, смогут защищать и украинское небо, выполнять, грубо говоря, роль ПВО? Ну, давайте начнем с того, что если мы говорим, допустим, о ракетах класса АИ, они там разного типа есть, и в зависимости от этого могут бить на разное расстояние, то если использовать самолеты непосредственно как средства, как и воздушной обороны на территории Украины, то достаточно большое количество вооружения это позволяет, даже без разрешения на использование по территории Российской операции, если мы говорим. Также надо не забывать, что даже 20-мм пушка, которая находится на самолете, может быть активно отрабатывать, допустим, те же самые шахеды. Но опять же за счет радиолокационных средств, которые есть на борту, они будут активно их выявлять, и это будет намного проще, потому что самолет находится вверху, и ему легче будет выявлять все объекты, которые находятся в воздухе. Поэтому мы говорим, как средства противовоздушной обороны, это существенно усилит наши возможности. И тут я привожу всегда пример отработку средствами, самолетами, допустим, атаки, которая производилась с Ираном по Израилю. Туда была большая часть ракет, которые направлялись на Израиль, были именно сбиты самолетами. Ну и также о том, насколько долго нужно учиться, в свою очередь, и пилотам. Вот, в свою очередь, первая группа украинских пилотов завершила обучение на истребителях F-16 в Соединенных Штатах. Об этом ранее писала издание «Политика». Ну и также, по словам пресс-секретаря воздушных сил Национальной гвардии США Эрин Ханниган, подготовка проходила на военно-воздушной базе в городе Туссен в Аризоне. Ханниган не назвала точную дату завершения тренировок и количества пилотов, закончивших курс и соображений безопасности. И напомню о создании коалиции по подготовке украинских пилотов во главе с США Данией Нидерландами. Глава Пентагона Ллойд Остин объявил в прошлом году на встрече в формате «Рамштайн». А насколько долго и трудно переобучаться советских образцов, которые были, да и остаются на вооружении Украины уже на протяжении многих лет. Переучиваться на самолеты типа F-16. Давайте начнем с того, что у нас очень профессиональные летчики. И, допустим, если мы говорим о летчиках, которые имеют боевой опыт, то я не вижу проблематики, допустим, переобучения. И были разные информации, начиная от того, что наши пилоты учат английский язык. Я хотел бы обратить внимание, что данный английский язык — это авиационный английский, который предполагает перед собой терминологию, которая обменивается пилот и диспетчера, или пилоты между собой короткие на борт фаст. Я сам получал в свое время такой сертификат ЭКАУ для создания английского языка именно авиационного. Поэтому я бы сказал, что, в принципе, я не вижу проблематики с учетом того, как наши военнослужащие, как наши пилоты хотят и стремятся приближать победу. Наши пилоты очень активно и быстро смогут это произвести, переобучение, скажем так. Но тут надо не забывать, что мы говорим о полном переходе сил повитерных и воздушных сил Украины на новый тип самолета. И он предусматривает перед собой два года перехода. И это мы говорим о пилотах, которые обучаются как с нуля курсантов, которые не имели никакого опыта пилотирования, они начинают с легкомоторных самолетов, так и пилотов с боевым опытом или же не с боевым опытом, но с опытом пилотирования. Поэтому мы будем сейчас слышать очень много разной информации по поводу того, что какая-то группа украинских пилотов закончила обучение. Мы не будем слышать количество, это правильно. Но, тем не менее, мы будем сейчас говорить о том, что у нас и в Британии учатся, и во Франции есть группа, которая проходит обучение, и в Румынии сейчас будут группы. Поэтому, на самом деле, большое количество пилотов сейчас проходит обучение, и поэтому информация будет поступать так. Тем не менее, тут есть очень важный фактор того, что инженеры, которые готовы принимать самолеты, уже в Украине. И еще немаловажный факт. Насколько вот этот старт обучению на самолетах F-16 даст возможность уже больше понимать и займет меньше времени на обучение самолетов новых поколений? Те же самые F-35. Почему бы и нет? Потому что, насколько известно, Польша обновляет свой авиапарк, в том числе и самолетами F-35. Ну, это новый тип самолета, но уже освоенного образца, грубо говоря, потому что это более современная модель. Тем не менее, то есть это тоже будет курс не больше там от 6 до 9 месяцев. Но тут надо не забывать, что в принципе, если мы говорим об обучении наших пилотов, мы сейчас получили тренажер авиационный. Это тренажер, который позволяет нашим пилотам все время удосконаливать свои возможности. И мы говорим о том, что такие тренажеры необходимы для того, чтобы уже на территории Украины наши пилоты получали некоторый доступ к допуске. Допустим, если мы говорим о том, что нужно пилотам расписать допуск по полетам в плохих метеоусловиях при отказе какого-либо из оборудования на самолете. Все это проходит сначала непосредственно на этом тренажере, потом уже отрабатывается воздух. И тут следует обратить внимание, что в принципе, если мы говорим о таких прохождениях, их нужно подтверждать ежегодно. Поэтому тренажер является системой обучения. И в принципе, если мы говорим о переходе на новый тип самолетов, через этот тренажер можно будет проводить некоторые дополнения для того, чтобы улучшить свои возможности, улучшить свою летную способность. Еще немаловажный фактор. А где их хранить? Учитывая то, что Российская Федерация, периодически массировано обстреливая Украину, может доставать абсолютно до каждого уголка Украины. Более того, фиксированы были вылеты ракет за территорию Украины, на территорию Польши. Давайте начнем с того, что есть процедура, которая предусматривается при объявлении воздушной тревоги. Мало того, что есть система противовоздушной обороты, которая охраняет аэродром. Более того, есть еще и процедура, когда самолеты поднимаются в небо и рассредоточиваются. А какая-то часть самолетов остается для охраны воздушного пространства. Поэтому, в принципе, это отточенный инструмент, который производил, и он не меняется с годами, можно сказать. Ну и плюс надо не забывать, что, в принципе, Украина готовилась к этому. У нас есть достаточно для того, чтобы завести врага в Омана, как говорится, и для того, чтобы он не смог понять, где какое количество самолетов происходит. И также стоит отметить обслуживание данных самолетов, обучение новых пилотов. Сможет ли оно уже проходить на территории Украины? Грубо говоря, передав данные пилоты, которые уже этому обучились, передавать опыт далее своим коллегам? Это безусловно, потому что пилоты, которые проходят обучение, они получают статус инструктора. И эти инструкторы уже допускают к полетам младший состав. Поэтому мы и говорим о том, что у нас есть некоторые самолеты, которые мы получаем. Это самолеты с двумя местами для пилотов. То есть это для пилота и для инструктора. То есть мы такие самолеты будем получать, поэтому и тут предусмотрена возможность повышения квалификации или же, как говорится, ввода в строй новых пилотов. Ну вот, плавно переходя от темы F-16, которые являются и в том числе защитой украинского неба, касательно радиоэлектронной борьбы. Потому что это тоже очень маловажный фактор, о котором очень редко говорят. Но все же, сейчас также война переходит в фазу радиоэлектронной борьбы. Видим, как Российская Федерация усовершенствует свои антенны. Украина также сейчас имеет большие успехи. Но существуют ли сейчас признаки того, что Украина может обогнать в радиоэлектронной борьбе Российскую Федерацию? Вот по примеру Черноморского флота. Украина, не имея флот, поражает множество российских больших кораблей. Казалось бы, флота нет, но поражение есть. В вопросе о радиоэлектронной борьбе. На каком этапе сейчас Украина? Я бы сказал, что за эти два года Украина существенно шагнула вперед по разработкам высокотехнологического вооружения. Почему? Потому что мы видим, как наши БПЛА обходят средства радиоэлектронной борьбы, обходят средства противовоздушной обороны и поражают цели на территории Российской Федерации на расстоянии до 1800 километров. Это то, что уже подтверждено. Так мы говорим, что наши БПЛА могут летать на дальность до 3000 километров. Соответственно, мы можем говорить о том, что, допустим, есть перспективные разработки в средствах радиоэлектронной борьбы, которые позволяют нам более активно работать против вражеских БПЛА, позволяя при этом нашим БПЛА летать. Ну и, в принципе, если мы говорим о перспективах, то на самом деле, во-первых, большое количество компаний, частных компаний, которые занимаются этим. И это очень позитивно, потому что, в принципе, есть, грубо говоря, от большого количества населения желание помочь участвовать, приближать нашу победу. И мы видим большой рост инженерного состава, который сейчас привлекается и хочет работать в этом направлении. Ну и, в принципе, те разработки по сравнению на примере своем, скажем так, что, допустим, мы выходили на начало полномасштабного вторжения с рюкзаком, который давил набор максимально основных частот, он весил где-то порядка 20 килограмм. Сейчас этот рюкзак у нас весит 12 килограмм. То есть мы говорим о том, что мы существенно даже увеличили спектр диапазона, который он может придушить. Поэтому, на самом деле, есть хорошие успехи. Но при этом все равно мы говорим постоянно, что нужно масштабировать, нужно привлекать молодых специалистов. Мы говорим о том, что, допустим, в школах делать агитацию для того, чтобы учились ребята и девочки на инженеров, потому что это очень важно. И с учетом, в принципе, тех перспектив, тех разработок, которые сейчас имеет Украина, мы можем говорить о том, что в будущем это будет очень такой прогрессивный вид деятельности, который позволит и существенно улучшить экономику Украины за счет того, что мы будем производить высокотехнологическое оборудование, которое будет работать не только в военных целях, но и в гражданских целях. Потому что также мы можем говорить, допустим, о защите того же стадиона от, допустим, каких-либо там дронов, которые будут попытаться несанкционированной съемки делать, либо что-то еще. Анатолий, огромное спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы с нами был на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.